Хей, всем привет! Опять я со своими странными размышлениями к вам. Надеюсь, хоть немного соскучились. Плохие художники? Какие они? И почему они вообще плохие? И как так вышло? Давайте попробуем разобраться в этом. Погнали! Да, сегодня вот такое краткое вступление. А что вы хотели? У меня уже идеи заканчиваются. Ладно. Начнем с того, что плохой художник, по крайней мере в этом видео, это не человек, который не умеет рисовать. Ну или плохо рисует. Все мы были новичками, все мы учились, все мы начинали с чего-то. Никто не родился со скиллом и не начал сразу же рисовать как боженька. Все мы развивались год за годом. Ну или только развиваемся. Новички не заслуживают статус плохих художников только потому, что они новички. Плохой художник это даже не тот человек, который не нравится лично вам. Блин, стиль не зашел, лайн фигня, тени говно. Это ваше субъективное мнение. И этот человек неплохой художник. Но говорить такое все еще как минимум невежливо. Но сегодня не про это. Речь пойдет как раз о поведении художника, о его поступках и словах, о постах и обращении к другим художникам. И все в таком духе. Скорее даже речь идет о репутации, наверное. Да, у всех у нас есть репутация. И, например, вы знаете, что какой-то художник не отдал заказ человеку и обещает закончить его уже второй год. Возьмете ли вы у него заказ? Ну, думаю, нет, это очевидно. Ну, это так, как один пример. Итак, кого же можно отнести к плохим художникам? Давайте по порядку. Первое, это те люди, которые кидают на деньги или на арты. Да, тот самый прошлый пример. Таких художников, к сожалению, очень много. У них куча отговорок. От больного кота до сломанного планшета. У них много ДЗшки, даже если они не учатся. И очень много отговорок, да. И вроде хочется сочувствовать человеку. А потом ты ждешь арт месяц, второй. Потом это превращается в год. А потом ты оказываешь ФЧС. Получается не очень красиво. А ведь у артера отличные работы. Кто бы мог подумать? Ведь у него и заказы постоянно рисуются. Почему же он не может нарисовать именно ваш? Непонятно. К слову, таких нету художников обычно сливают в другие паблики. Грубо говоря, пишут пост с ником, пабликом страницы. И предупреждают, что вот, мол, нечестный человек. Не ходите к нему. Таких пабликов много. Тот же самый СН, ЭС или Лимба. Всегда проверяйте, сливали ли художника. И за что конкретно, чтобы избежать проблем в будущем. Второе, это обманщики и воры. Ну, тут все вроде очевидно. Я просто решила сделать один пункт, потому что они немножко похожи. Люди, которые воруют арты, и люди, которые обманом у вас забирают арты. Про это мы говорили на общем канале по просьбе некоторых подписчиков. Так что даже не буду долго размусоливать эту тематику. Вы можете просто послушать этот видос. Опять же, можно прочекать художника в пабликах и убедиться, что все окей. В целом, воровство тема объемная. Может, когда-нибудь я сделаю отдельный ролик. Про это просто не хочется сейчас про это говорить. Но если коротко, человек может выдавать чужие арты за свои с целью, набрать комиссионы. И такие люди чаще ходят по ЛС и просят у вас взять заказ. И я не рекомендую так делать. Если вы, честно даже художник, просто не ходите по в личку. Это просто плохая идея. А если к вам такие люди стучатся, обязательно проверьте, его ли это вообще работает. Третий тип, это маски, срисовки и вот эта вся фигня. С обмазками вроде все понятно, чаще этим занимаются новички, и это сильно заметно. Что в этой ситуации сделать? Ну, только дать по жопе и забыть, просто потому что вырастут, поймут. Но есть варианты хуже, когда опытные художники занимаются подобным. Если люди узнают, считай, минус репутация. Очень долго придется собирать ее с нуля. Я лично видела такие срачи, это жесть. С одной стороны, они ведь сами виноваты, знали, что будет. Никто в здравом уме не будет оправдывать обмазки и плагиат. Но с другой, волны хейта поднимаются просто огромные. И даже бывает жаль некоторых таких художников. Но, повторюсь, некоторых. Я лично знаю нового художника, который лет 10 обводит чужие арты. По частям где-то руку, где-то ногу, где-то тело, где-то волосы. И все же, его сливают каждый год за обмазку фотографий. Но он все равно цветет и пахнет. Вот это сила воли у человека, если честно. Просто ничто не может его остановить. А ведь ему уж за 22 года, видимо, для некоторых людей деньги действительно ничем не пахнут. Четвертый пункт гробьяна. Если честно, я не совсем придумала название для этого пункта. Дело в том, что некоторые люди постоянно пишут к другим с агрессией. Пишут пост агрессия в сторону подписчиков. Отвечают на комменты. Опять агрессия какая-то. То ли пассивная, то ли активная. Фиг поймешь. Сидят и пишут что-то плохое 24 на 7. И повезло, что таких артеров просто не так много. Но опять же, это мне такие мало попадались. Я читаю посты картам практически всегда. И когда там что-то оскорбляет, ну, меня. Или, например, подписчики, суки, потому что не ставят лайки. Ну, просто хочется отписаться. Я так обычно и делаю. Но не всегда. Я так обычно, ребята, и делаю. Но если художник мне действительно очень сильно нравится. Можно, конечно, схавать. Но терпеть такое отношение на постоянной основе лично мне неприятно. Я обычно отписываюсь как можно быстрее. Вот. Потому что, как это говорится, я такая у мамы одна. Надо себя уважать и любить. А не позволять оскорблять и вытирать ноги. Так что относитесь чуть-чуть уважительнее друг к другу. И все будет у вас хорошо. Это как бы в целом все, что я вспомнила, пока записывала этот ролик. Пишите, кого вы считаете плохим художником. Рассказывайте свои истории в комментариях. Я их читаю и отвечаю на те, что могу ответить. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Чекайте наш общий канал. Чекайте мои арты в паблике. И не только в паблике. В институте там тоже есть. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok